От пациента, проблемы с головой, пропала речь. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 72 лет даты исследования 29 августа 2022 года проведенном с кода исследования головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения суб- и супротентериальных структур головного мозга. В передних отделах правой лобной доли определяется участок сниженной до плюс 22 плюс 29 хаунсфилда плотности вещества головного мозга размером 34 на 25 мм, в теменной доле участок кистозно-глиозных изменений. Плотностью до плюс 13 и плюс 23 хаунсфилда, размером 20 на 17 мм, в теменной кости определяется иммерсионный перелом, с формированием костного дефекта 17 на 15 мм. Слева в теменной, в височной и затылочной долях участок сниженной до плюс 13 и плюс 24 хаунсфилда плотности вещества головного мозга, размером 90 на 55 мм, аналогичный участок в передних отделах левой лобной доли, размером 17 на 12 мм. Накопление контраста данными участками снижено. Срединные структуры мозга смещены вправо на 8 мм, желудочковая система мозга, третий желудочек до 9 мм. Боковые желудочки симметричны, правый 8 мм, левый 15 мм. Перевентрикулярно, очаги лейкариоза. Область турецкого седла не изменена, суборохноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Систерны основания мозга несколько расширены. Правильно стоит интубация ионная трубка. Кости свежие, косно-травматические и косно-деструктивные изменения не определяются. В обоих гайморовых пазухах, отек слизистой оболочки, сформированы уровни жидкости до 12 мм. Заключение, КТ-картина множественных эпизодов онк по ишемическому типу, наиболее свежий в передних отделах правой лобной доли, в бассейне правой СМА, с формированием смещения срединных структур. На фоне дисциркуляторной энцефалопатии, посттравматических изменений костей черепа, головного мозга. Двухсторонний гайморит. 7 сентября 2022 года, М. Эндоцент Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В обоих полушариях видны массивные зоны снижения плотности вещества головного мозга, это зоны ишемии, то есть инсульта. Они разные по срокам возникновения и на мой взгляд, более свежие справа в лобной доле. Более точно это можно оценить на МРТ. Также по всей видимости есть застарелая травма черепа справа, что тоже повредило мозг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...